Своеобразный рекорд по выписке пациентов, излечившихся от коронавируса, установлен в Иркутской области. За сутки стенами до учреждений покинули 68 человек. Большая часть вахтовики. Их, наконец, начали выписывать из больниц. Конечно, после получения двух подряд отрицательных тестов на COVID-19. Еще один, но антирекорд, установил роддом во втором Иркутске. Его уже во второй раз закрыли на карантин до 15 июня. Поэтому говорить о стабильности ситуации с распространением коронавируса пока рано. По одному из важных показателей, Иркутская область даже умудрилась превысить средний показатель по стране. Речь о количестве инфицированных на 100 тысяч человек. Есть и другие печальные известия. Скончался еще один пациент, который проходил лечение от коронавируса. По официальным данным, смерть наступила из-за другого заболевания, которым страдал пожилой иркутянин. Всего на данный момент в регионе погибли 24 инфицированных человека. Из них 11 именно от COVID-19. В тяжелом состоянии в больницах сейчас находится 19 зараженных. Из общего числа заболевших по области это не так уж и много. По статистике, 7-8% инфицированных имеют симптомы пневмонии. Свыше 10 признаки ОРВИ. У подавляющего большинства зараженных отмечается бессимптомное течение болезни. Однако эти люди опасны для окружающих. Стоит добавить, что в скором времени можно будет достоверно узнать, как много жителей области перенесли коронавирус, сами о том не догадываясь и получили иммунитет. Мы, Иркутская область, вошли в число тех 28 регионов, где с середины июня начнется тестирование, сирологическое тестирование для определения иммунной прослойки, ну, за федеральные средства. Придут тесты федеральные, то есть будут определены определенные контингенты, которые подлежат исследованию. Тотального исследования проводить нет необходимости, и этого делать не нужно. Продолжение следует...